всем привет с вами мамина азбука просили меня записать видео какие подарки можно дарить детям по возрастам честно говоря вот здесь у меня тоже всегда затык потому что дети в каждом возрасте очень разные да то есть есть моменты по предпочтениям я думаю что вы знаете лучше своего ребенка чем я по предпочтениям которые есть у вашего ребенка да какие мультики там он любит и все остальное я лишь немножечко ну расскажу про какие-то такие общие моменты до развивающего плана из того что я вот вижу на постоянке в основном особенно на празднике у ребенка много подарков и он не знает куда ему кидаться опытная мама маленьких детей они сразу значит им все подарили а выдавать они будут по чуть-чуть чтобы ребенок не кидался от одного к другому с каждым объектом он мог поиграть это первый момент то есть выдавать ребенку все сразу но скорее всего он не будет играть ни с чем это перевозбуждение второй момент не забывайте про то что с ребенком нужно играть то есть когда мы даем ребенку новую игрушку нужно показать как с этой игрушкой играть большинство родителей думают что дети разберутся сами для того чтобы дети разобрались сами у них не должно быть трудностей идеации у них должна быть развита фантазия значит вами минимум да этот ребенок должен быть нормотипичным и после ну трех с половиной лет да вот там дети уже начинают играть самостоятельно у них уже есть такой прям целенаправленный игровой интерес какой-то там сюжетный ряд и так далее даже если это развивающая игрушка да то есть скорее всего прям самостоятельно ваш ребенок не будет ее складывать если вы не покажете как особенно если это особенный ребенок особенно если это ребенок с нарушениями речи с трудностями сенсорики да когда там есть трудности идеации в комплекте вам нужно показать как играть с этой игрой еще в нескольких вариантов для того чтобы у ребенка не было вот этого вот штампа потому что если он уже сел и разобрался и начал играть только по одинаковому в эту игру то никакие другие варианты потом дальше он принимать не будет и соответственно это тоже важно по поводу игры игрушек по возрастам для трех лет мне есть мне кажется прекрасные четыре лекции по возрастам и одна про развитие моторики там я показываю какие игрушки в каждом периоде и к какой операции моторики нужны на то есть поэтому ну как бы вот могу вас адресовать туда доступ платный но я считаю что цена символическая за то количество материала который этом даю вот что касается общих рекомендаций за которые я до всегда борюсь я против игрушек которые совершают непредсказуемые действия для детей до трехлетнего возраста даже вот этот вот крокодил который закрывает рот до резко но я его себе даже в кабинет не покупаю хотя очень хочу потому что я знаю что он будет пугать моих детей у меня у большинства детей не угасший моро и соответственно они будут просто подпрыгивать с этим крокодилом вместе когда будет закрывать рот на их пальцы это не очень хорошо по ряду причин на то есть нервная система разные ну нельзя я буду радовать подобными штуками поэтому все жутко светящиеся игрушки на используем на ярком свету не в темноте пожалуйста в темноте это только вот тактика для тех детей у которых есть трудности зрительного восприятия когда они вообще не могут ни на чем сфокусироваться тогда да во всех других случаях нет второй момент по поводу игрушек если эта игрушка двигается на и непредсказуемо куда она будет двигаться тоже скорее всего ребенок и испугается об этом помните и третий момент это звук если у игрушки одновременно звук движения и свет есть дети которые будут очень пугаться такой игрушки даже если им четыре года ну поэтому аккуратно есть дети которые испугаются но при этом замрут да они смогут отвести даже взгляд от этой игрушки это еще хуже то есть перегрузка их нервной системы будет потом дальше еще потом ну очень долго вы будете с этой перегрузки выводить ребенка могут быть разные психотравмы там на этой теме да там при виде синих огонечков похожих на эту игрушку там ребенок будет подать в такой же эмоциональный фон и так далее там при звуке мы и так сейчас все тут любого звука все подпрыгиваем до нынешней мировой обстановке вот поэтому давайте ну грамотно относиться к этому всему игрушка во первых должна нравиться ребенку во вторых она должна что-то развивать да они просто сама что-то делать и ребенок будет только в руках носить третьих это должна быть игрушка которая не вредна ребенку да то есть с точки зрения перестимуляции с точки зрения каких-то неприятных ощущений с точки зрения того что ну ребенок там не захочет ее трогать например да это вот ну такое мне кажется базовое ну и наверное самый последний пунктик это про безопасность с точки зрения использования да то есть это не должна быть игрушка особенно для маленьких детей которые вот прям очень хлипкая хрупкая которую можно запихать в рот который можно подавиться там где можно добраться до батареек эту батарейку съесть проглотить да то есть вот какие-то такие моменты за этим нужно качественно смотреть и следить чтобы вот этого всего не было вот а так конечно подбор игры игрушек я постоянно демонстрирую мне кажется я указала вам все что только можно по данной теме вот поэтому даже не знаю что еще сказать кроме этого мне кажется я в полном объеме обо всем этом вам рассказывала вот про игры игрушки по возрастам у меня есть лекциях вот ну наверное все наверное это все что я хотела сказать по теме а еще вот забыла мне тут спрашивали про этих одевать и монстров всего вот этого вот в нынешнем психологическом сообществе да ну скажем так точнее быту и тенденция что вот эти вот наши игрушки да вот эти страшненькие нужны для проработки своих скажем так темных сторон для проработки агрессии так далее и если раньше я например была действительно крайне против этого теперь я вижу что да это работает а тем более какой-то на этим уровень агрессии в обществе тоже вырос до связи с повышением нашего уровня тревожности за последний год именно поэтому этих одевать и такие популярные то есть дети хотят какой-то конструктивный способ выхода вот этих вот накопленных агрессивных эмоций которые не слезали с вас плюс у них же есть свои эмоции на натуре тоже вы там не даете выражать в полном объеме где-то проораться где-то вас побить да то есть мы же это все пресекаем но как-то же надо учить ребенка выводить себя на позитивный эмоциональный фон ну соответственно вот такие вот игрушки когда ты там где-то с кем-то порычал где-то кого-то напугало тебе от этого стало хорошо тоже к сожалению работают поэтому как бы вам они не нравились но это все сюда поэтому да если ваш ребенок просит хади-вади покупайте эту заразу возможно она ему нужна именно для этого на этом все прощаюсь с вами до новых встреч